Рачишка, ты чё тут сидишь такой печальный? Да греюсь, блин, Кэф, дома вообще холодно. На газе экономим, деньги на донат нужны. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня, шторм и офигенные пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всё гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Будет гречо. То есть ты считаешь, баланс не нарушен? Друг мой, вы что, головой ударились? Какой нафиг баланс у Warface? Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин и капитан Очевидность. Сегодня нам предстоит глубокий разговор по поводу возникшей паники. Паники вокруг нового Бизона и снайперской винтовки Баррет Мрак. Честно говоря, я в шоке. Итак, начнём с Бизона. Люди приписывают ему какую-то невероятную мощь. Имбовость. Мол, перечеркнёт этот ствол всё существующее оружие инженера. Весь арсенал. Вновь нагнёт штурмовика и заставит работяг открыть свои кошельки. Вы что, реально думаете, что это так? А это нормально, что квадрик пофиксили, а потом ввели это. Считай, старый квадрик только лучше. Нет, Кэп, это ненормально. Вообще-то квадрик как раз никто не просил сильно фиксить. Но если только чуть-чуть. Я, например, даже больше хотел его в какой-то степени апнуть, убрав ему отдачу. Однако, этого как раз никто толком не сделал. Но квадрик почему-то зарезали будь здоров. Хотя все просили зарезать только Кобру. И действительно, теперь нам ввели Бизон. По сути, квадроцикл 2-0. Темп у него, ой-яй, Бундестаг. При этом урон при таком темпе тоже в ажуре. Но только люди почему-то забывают, что пушку надо взять. Её надо распробовать. С ней надо поиграть, в конце концов. И вот когда ты это делаешь, ты вдруг понимаешь, что, блин, ну как ты ни рыба, ни мясо. Крайняя плоть дяди Тараса. Бизон не показывает никаких фантастических результатов в итоге. Причём я говорю не только о том, в каком виде он сейчас. Но и прошлый, в принципе, ну честно, вот прошлая версия, ну помощнее, ну получше. Ну ничего особенного в итоге. Во-первых, у него дебильная отдача. Была дебильная, сейчас, по-моему, ещё более дебильная стала. Отдача сильная. Пушку трясёт. Разлетается, сука, всё по кругу. Никакого удовольствия играть с этим стволом лично у меня абсолютно нет. Ну кто-то скажет, ладно, братуха, спокойно, напишем технологию, всё будет лететь в точку. Да пожалуйста, мне-то вообще всё равно, я со своим Ктаром всё равно не расстанусь. Но это не единственная проблема, есть проблема вторая. Дело в том, что этот самый Бизон, даже при условии, если ты где-то там отдачу хорошо прямо сконтролил практически в точку, на дистанции он лупит откровенно слабо. По сравнению с метой, а мета, по моему мнению, сейчас это однозначно Ктар, Бизон пилит слабо, он царапает, он реально на дистанции какой-то страйкбольный автомат, и не более того. А вот Ктарчик спиливать будь здоров, отдача у него отличная, контролится легко в точечку, прицельчики у него годные, да и выбор модулей шикарен. Так что честно, ребят, если вы поиграете хорошенько с Ктаром, потом возьмёте Бизон, что старый версий, что с нового, я думаю, ваш выбор будет в пользу Ктара. Он, во-первых, универсальный на разных дистанциях, во-вторых, у него, да, меньше темп, но его всё равно много, ребята, это Ктар. Да при этом у него ещё и урон выше, и ваншотит в голову он намного лучше. Так что шумиха по поводу Бизона, я считаю, вообще необоснованна. Пушка и пушка, даже уберут ему отдачу, ну будет он пусть наравне с Ктаром за счёт темпа стрельбы, но ничего сверхъестественного этот Бизон даже при своём огромном магазине не показывает. Ну, допустим, а как тебе новый Барретт, который ваншотит штурма в его самом мощном сете? Да, то, что он ваншотит штурма, и, кстати, ваншотит он не везде, он ваншотит только в руки, это не норма. Но, опять же, люди сделали из этого трагедию. Мол, старые снайперские винтовки теперь всё, со самбо. Либо выбивай себе Барретт-мрат, либо забудь про класс снайпер. И в то же самое время этот мрат ничего фантастического, опять же, не показывает. Ни какого-то изобретельного темпа, ни каких-то запредельных ТТХ. Да, урон у него очень даже нагиб. Но, ребята, у нас уже Труэлла была, после неё как бы это не так уж и сильно котируется. Прицел, родной, далеко не лучший. Мы привыкли, что у нас четвёрочка, четыре с половиной, правильно, ребятки? И что прямо всё сладенько-классненько. А тут много каких-то цифр, измерительных рисок, которые нужны там, где есть болистика. В Варфейсе баллистики как таковой настроенной нет. Хотя, на самом деле, вообще-то в файлах она есть. Есть даже такой параметр, как скорость полёта пули. Но сейчас не об этом. Разговоры о том, что эта пушка ваншотит всё в отличие от остальных, это не более чем разговоры. Да, действительно, не ваншоты редкость. Но они есть. То есть, как бы, ничего существенно не изменилось. Да и рассматривать возможность сваншотить штурмовика в руку в новом сете, это, знаете, это такая вот, такая вот маленький бонус. Это примерно как Трувелла ваншотила у нас сета. И что, все стали сразу играть с Трувеллами? До хрена лысого. Ничего подобного. Ведь кроме этой фишки Трувелла, по большому счёту, ничем не превосходила. Другие снайперские винтовки, а в чём-то им даже уступало. То же самое и с новым Барреттом. Он не показывает никакой запредельной эффективности, я вам больше скажу, у него и даже глушителя нет. Поэтому в большинстве РМ-каток, Альпина Спешл, которая у меня имеется, намного приятнее, будем честны. Да и чей так жало, весьма нагибной, ничем не хуже. А уж про Маузер я вообще молчу. Настолько классной, удобной и бы, муа, сексуальной винтовки мы не видели со времён Кракена. Да. Поэтому Барретт это опять мимо. То, что ему дали ваншот нового сета, это, ну, мне кажется, идея так себе, некрасиво. Но с другой стороны, ничего особого это тоже не даёт. И честно, если вы сегодня спросите меня, какую же пушку выбить? Я вам точно не скажу мрак, однозначно. Мне кажется, лучшая пушка на сегодня из всех, это, наверное, Маузер всё-таки. На который ещё и моды можно установить. Либо можно взять чей так жало, либо, соответственно, Альпина Спешл. Но я считаю, номер один всё-таки это Маузер. Уж больно он удобный, уж больно он такой, знаете, приятный. И я думаю, что у большинства снайперов, которые любят Кракен, игра с ним пойдёт просто сразу. Ну пусть даже да. Однако я не сомневаюсь, что скоро появится снайперка, которая будет любой сет ваншотить. Вот и видишь, Рокутагин. О, а насчёт этого, Капитана Очевидность, мы даже не сомневаемся, правда, друзья. Скоро ведут новую снайперскую винтовку, которая будет ваншотить все сеты. Будет иметь охрененный прицел, охрененный глушитель. Темп, как у старого Макмилана доброго. В общем, всё будет прямо в ажуре. А потом ведут нам, конечно же, пистолет, пулемёт с темпом 1500, уроном, как у Ховы Тайп. Короче, всё будет нагиб. В этом сомнений нет. Как бы, ну сейчас такая политика, понимаете? Финансовая такая вот закономерность. Каждая новая пушка, она не хуже старой. А возможно, вот даже обновление за обновлением. Каждая новая пушка у класса, она, сука, сильнее, 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 сильнее. Ну, это называется гонка вооружений. Началось это, собственно говоря, не сегодня, не вчера, давно. Вот только проблема в том, что гонка эта набрала нереальный темп. При старых разработчиках, ну, будем честны, такого всё-таки не было. Выходил какой-нибудь Крис Супер В Кастом, потом люди полгода на него бомбили, а то и годик. Потом его нерфили, и вроде, кстати, нерфили не так уж по большому счёту сильно. И потом уже появлялась какая-то новая имба. То есть, выбивая пушку, ты мог рассчитывать, ну, если она действительно классная, видно, что это прорыв, то полгодика, годик, а то и больше, и больше. Вспомним беретку, ребята, сколько она насиловала паблик. В общем, можно было рассчитывать, что вышла реальная имба, а она надолго. Сейчас же всё изменилось. И это уже ненадолго. Я боюсь, что это навсегда.